здравствуйте рад приветствовать вас на моем канале так перед вами приготовленная бордовская смесь или бордовская жидкость для приготовления данном случае 6 литровый бачок но полный он имеет где-то около 7 7 с половиной литров я беру 100 грамм медного купороса и данном случае мел почему я обычно использую мел потому что превышение его концентрации не вредит деревьям то есть можно пол килограмма можно даже килограмм сыпать на 5 литров воды и потом туда же долить растворенный 100 грамм в пяти литрах воды чтобы получить смесь там 10 литровый данном случае я высыпал около 700 грамм мела и 100 грамм медного для приготовления рабочей смеси 7 7 литров меня спрашивают почему деревья у меня получается более белая из-за того что я использую во-первых мел он не забивает или не так забивает быстро опрыскиватель и очень хорошо прилипает к дереву также особенно для косточковых можно использовать повышенную дозу мела до килограмма на 10 литров воды при этом медного всего 100 грамм можно использовать это когда уже выдвигаются почки до распускания почек до выдвижения почек можно использовать 200 и 300 грамм медного с обычной известью гашеной или пастой так не нужно использовать такие нормы потому что она может выжигать кору деревьям а вот мел он не вредит когда помешиваем немного выжидаем чтобы осел осадок и потом переливаем в ведро и потом уже процеживаем через через капрон в данном случае беру мел такой белый-белый как мука вообще мелкий-мелкий у нее тоже есть вот осадок но он более насыщенный то есть густая такая и сейчас сейчас пересижу и этим обрабатываю и потом покажу какие будут деревья снимаю с осадка с одного ведра и аккуратно выливаю и снимаю с осадка второго ведра и потом еще процеживаю получается более лучший раствор почему использую именно мел потому что он мягкий и хорошо прилипает к деревьям к веткам и не сильно забивает оприскиватель таким раствором можно обрабатывать даже распустившуюся смородину это не выжигает ее листья и само деревце закрашивается вот здесь не закрашены здесь закрашивается то есть максимально она закрашивает очень важно такое забеливание именно для косточковых как войлочная вишня абрикос персик вишня черешня сливы алыча и так далее все косточковые породы если вы так забеливайте полностью всю крону то есть белое дерево делается можно сказать до цветения можно забыть обо всех опрыскиваниях другое дело к примеру на яблони нужно еще по бутонам опрыскивать именно от вредителей долгоносики и цветоеды против них нужно обработать на косточковых в принципе можно до цветения уже забыть об опрыскивании один раз всего опрыскивать чем хороша этот мел хороший этот мел что он также нормально реагирует с медным вы видели какой раствор достаточно голубой густой получается и его превышение нормы не вредит дереву и он хорошо держится раны и срезы чаще всего я не замазываю если нет времени а именно с обрабатываю бордовской смесью в принципе даже если были проблемы то рано зарастает и все зарубцовывается то есть можно просто обойтись именно бордовской смесью такого типа то есть не стандартная как пишется в литературе а именно применяя мел и применяя его в большом количестве повторюсь на 10 литров воды можно насыпать целый килограмм мела а медного всего лишь 100 грамм добавить и этим самым можно обрабатывать даже когда распускаются листья и до распускания почек при распускании почек то есть у вас есть стандартный набор стандартный раствор и вы не переживаете за сроки то есть успели не успели может уже двухпроцентная или одно процентное использовать бордовскую смесь у вас есть стандартный раствор 100 грамм медного и килограмм мела насыщенное закрашивание происходит древесины и больше гарантии того что никакие возбудители не проснуться или проснуться в очень малых количествах так как это видео для дачников поэтому и придумают для вас более упрощенные варианты то есть всего лишь один раз опрыскивая так такой смесью мы экономим время и мы увеличим качество именно эффект от опрыскивания также она универсальная смесь тем что можно обрабатывать даже хвойной данном случае елочки и не переживать что она повредит им туи елки можжевельники клубнику землянику плодовые ягодники даже когда до распускания почек при распускании почек когда уже есть листики все равно и виноград в том числе два года я пока что изучал этот метод и уже могу более-менее с гарантией поделиться с вами что она работает также чтобы более сто процентов знать что все хорошо что она действительно лечит что она действительно имеет классный эффект конечно же нужно еще год-два над этим поработать я спешу с вами поделиться чтобы как бы не теряли и вы время уже начинали пробовать поэтому пробуйте делитесь пишите в комментариях свои отзывы как у вас получилось и так далее запомните не известь я беру а пушонку или я даже сказал именно мел заходите в строители магазин и спрашивайте мне нужен мел который можно использовать для побелки деревьев он должен быть как мука и пылиться как пудра такого можно сыпать скажем так безмерно опрыскиваем можно по почкам груши уже которые выдвигаются также на войлочной вишне когда она уже почти выдвигает бутоны на той же сливе ялычи когда уже выдвигаются бутоны все это не вредит также и на абрикосе даже когда уже есть розовый бутон спасибо за внимание с вами был виталий орех подписывайтесь на мой канал делитесь с друзьями знакомыми близкими и также в соц сетях всего вам доброго до свидания